Привет! Сегодня 29 сентября, а это означает, что уже целые сутки новая модель iPhone XS и XS Max находятся в продаже. Модель для Казахстана уже легендарная. Во-первых, менеджеры из Купертино обратили внимание на наш рынок, что мы очень активно покупаем новые айфоны. И решили для нас запилить официальный запуск во второй очереди, вместе с такими странами, как Чехия, Эстония, кто там еще Россия. И это довольно приятно и внезапно. И вот мы даже не успели застать множество объявлений, где айфоны продаются по миллиону-полтора и больше. Перед тем, как купить новые айфоны, мы решили их протестировать. Мы обратились к нашим друзьям из сети магазинов Мечта, сказали, а дайте-ка нам новые айфоны. Они такие, а ну-ка возьмите. А мы такие взяли и вот мы сейчас распакуем первые айфоны официальные в Казахстане. Кстати, он достался нам в золотом цвете и объемом 64 гигабайта. Снимаем крышку. Здесь у нас традиционные инструкции. Кстати, если вы помните предыдущие модели, то всегда, когда вы открывали корышечку, здесь был сразу айфон. Или инструкция где-то там внизу далеко. Так, что у нас тут? Наклеечки. Может кто-то из вас клеит их, не знаю. Инструкции. Приветствия. На английском языке. Крепа. Наша традиционная скрепа. Вот он. Знаете, так же волнительно, как когда пришел айфон 10 в прошлом году. Это был по-настоящему революционный сбит в технологиях компании Apple. Я бы, конечно, не сказал, что это золотой цвет. Вот такой нежно-бежевый, такой кремовый. Чисто женский, на мой взгляд. Канты сделаны из хирургической стали. А вот тут начинается та самая грустная история компании Apple. Когда вы покупаете смартфон за более чем полмиллиона тенге, а в комплекте у вас находится, например, 1-амперная зарядка. 1-амперная зарядка в 2018 году. То есть компания, конечно, предлагает купить вам нормальную 3-амперную, 5-амперную зарядку, но уже за другие деньги и уже не в этой комплектации. Начиная с модели iPhone 7, компания Apple выбрала путь экологии. Они перестали класть пластмассовые комплектующие, пластмассовые чехлы и ограничивались картоном. Наушники теперь идут вот в таком вот картонном боксе, который вы один раз откроете и сразу же выбросите. В наушнике, конечно, это хорошо. А где переходничок? Не, они реально забыли положить переходник. Не, ну уж не забыли, потому что хотят отдельно его продать. Но неужели переходник за 1 доллар нельзя было положить в оригинальный комплект iPhone XS Max за 1200 долларов? Ладно, мы разобрались с комплектацией, она, конечно, не очень богатая, но окей. Вернемся к нашему телефону. Давайте немного о том, что внутри. Во-первых, и это, пожалуй, самое главное, Apple все-таки воткнули в iPhone XS и iPhone XS Max первый 7-нанометровый процессор. A12 Bionic системой Neural Engine нового поколения обеспечивает потрясающую производительность iPhone. Этот процессор, использующий технологии машинного обучения, откроет для вас невероятные возможности в области фотографий, игр, дополненной реальности и многого другого. Два ядра производительности A12 Bionic используются для самых сложных вычислительных задач, а четыре ядра эффективности для повседневных дел. Они не только дают 15% прироста производительности в сравнении с предыдущим поколением, но и заметно улучшают показатели энергопотребления. Новая технология сжатия без потерь основана на четырехъядерной архитектуре и открывает беспрецедентные возможности для игр, видеомонтажа и приложений со сложной графикой. Графическая производительность на 50% выше по сравнению с A11 Bionic, а это значит, что можно будет открыть абсолютно любую игру на этом устройстве и играть на всех возможных максималках. Помимо процессора, Apple пересмотрели и алгоритмы распознавания лица пользователя, так называемый Face ID, используемый для разблокировки смартфона. Face ID использует технологии машинного обучения, чтобы различать изменения вашей внешности. iPhone узнает вас даже если вы в очках, шляпе или отрастили усы. На первый взгляд, кажется, он действительно стал работать заметно быстрее, да хотя и в предыдущей версии особо не напрягал. В iPhone XS установлен новый Super Retina HD дисплей с разрешением 2688 на 1242 пикселя и плотностью 458 ppi. OLED дисплей получился более красочным и насыщенным, и это действительно круто. Я еще никогда не видел настолько натурального черного цвета. Это все благодаря True Tone. Шестиканальный датчик света автоматически настраивает баланс белого в соответствии с цветовой температурой освещения. Это помогает глазам, они не устают, поэтому просмотр фильмов на смартфоне может стать новой привычкой. Но если же говорить о цене нового iPhone XS Max, то она весьма убедительная. 579 тысяч тенге за базовую модель за 64 гигабайта. Мы не так давно публиковали на нашем сайте статистику, в каких странах сколько нужно работать, чтобы купить новый iPhone. Среднему казахстанцию необходимо проработать 86 дней. Ну подробнее можете ознакомиться в описании, мы ссылочку обязательно приложим. Теперь поговорим немного о камере. Как бы они ее почти не изменили, но заметно пересмотрели алгоритмы обработки изображения. Появилась функция Smart HDR, которая в целом похожа на стандартный HDR, но якобы анализирует еще пару слоев изображения. В сети уже много вопросов к новой технологии. Кто-то говорит о пропадающем контрасте, кто-то о слишком серой картинке. Надо бы в этом подробнее разобраться. Но вот что мы уже точно знаем, так это то, что Huawei P20 Pro остался на вершине лучших камерафонов. По всем тестам iPhone XS Max был близок к показателям Huawei, но все же 2 баллов не хватило. Зато на 2 балла лучше Galaxy Note 9. Фронтальная камера осталась 7-мегапиксельной, так же как в iPhone X. Здесь тоже применены новые алгоритмы, которые пользователи уже восприняли в штыки. Селфи обрабатываются как будто фильтрами снэпчата, смягчают черты лица и всячески улучшают селфи. В американских соцсетях даже появился термин Beauty Gate. Не, ну конечно мы понимаем, что это дорого, да, но очень хочется. Короче, я решился. Я вот прям сейчас захожу на сайт магазина Мечта. Оформляю заказ на новую модель с максимальной комплектацией 512 гигабайт в золотом цвете, чтобы прям все совсем четко было. Беру его в рассрочку на 24 месяца. Без лишних переплат и процентов. И будет мне счастье. Ну а вы пока пишите в комментариях, что вы думаете о новом iPhone XS Max. Оставайтесь с нами. А, блин, поиграю пока у Марио рам. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok